Доброе утро. Мы в офисе 1580 узнаем, что произошло за прошедшие выходные. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. За выходные у нас 17-го числа ДПРЧ-2 передала информацию о трех пожарах. Один на МАЗП-11 горели торговые киоски Квитуча-8. Не один, то есть Квитуча-8? Да, несколько. Квитуча-8. Там информация, что пожар с пострадавшим, смертельный случай. В квартире в этом доме возник пожар. Оперативно сработали, потушили. Я так понимаю, что там еще причина смерти этого человека устанавливается. И на остановке 11-я школа горел магазин. Это все у нас было 18-го числа. В воскресенье у нас прошло более-менее спокойно. Работала техника по посыпке, потому что температура нам сейчас позволяет. Сейчас уже песчано-солевая смесь уже действует гораздо лучше, чем при минусовой температуре, в минус 10. Сейчас у нас на ночь передают нам 0, минус 2. А сейчас, походу, плюс. Да, да, да. На сегодня день 0, минус 2. Поэтому мы думаем, что будем продолжать посыпать дорогу. Там смесь действует. Надо ее использовать. Что у нас по отключениям? Были отключения света? По отключениям у нас резонансное отключение было на улице Европейской, 141. Отключали дом от отопления и отключали его на сутки. Там большой объем был ремонтных работ. Подрядчик выполнил работы по замене большого куска труб в подвале. За сутки его сделали. Там приходилось и сливать воду. Оперативно сработали. ДТП не было. Не было. Информации нам не поступало про ДТП. Скажите, пункты обогрева? По пунктам обогрева надо не доручение на районные ради. Они сейчас занимаются пунктом обогрева. В основном, я так понимаю, что они созданы в примечениях самых райвоконком. То есть, если на Шевченкевском райвоконкоме занимается соцзахист, пока на данный момент у нас три точки. Это во всех примечениях райвоконкомьев. И на Велико-Терамской 1 возле пожарной части установлены тоже пункт обогрева. То есть, можно прийти в районную голову и... Да, на путь горячим чаем. В принципе, я думаю, там будет так, не отказать, если что. В принципе, если кратко, то все, да? То, что произошло за последние дня. С рабочей наступившей вас неделей. Пусть она будет позитивной, теплой и без чрезвычайных каких-то ситуаций. Спасибо, Сергей. Спасибо, Ван.